хочу сегодня сделать винегрет и рыбку на вечер и вот пашин папа научил меня отварить картофель именно так чтобы он был вот так вот кубиками не знаю знаете вы такой способ либо нет я честно говоря пользуюсь таким способом крайне редко потому что я считаю что в отварном картофеле в чищенном в нем больше вредной продукции не знаю как скажу в общем мне кажется что все-таки нужно либо запекать либо варить в мундире за сутки тогда крахмал там внутри который не очень нужен нашему организму он исчезает но практически так скажем ходит на минимум так правильно будет сказать но это способ быстрый для тех кто решил сегодня сделать салат оливье а картошку по моему рецепту вы не сварили за сутки забыли вот этот вам такой вот лайфхак вы просто берете картошку и и чистите и нарезаете вот таким вот кубиком кладете не знаю в чем в кастрюлю в чем этом в ковшике варить в затейнике естественно промываете как обычно вы это делаете может и вы не делаете я так делаю я промываю картофель у меня здесь всего 180 грамм картошки чищены уже поэтому 180 грамм винегрет вроде как без картошки и не винегрет да вроде как картошка все равно нужно но я сделаю винегрет в этот раз немножко по-новому потом расскажу вам почему ну вот так вот я уже не где-то не готовы редко когда-то картошку отварил в общем промываете заливаете небольшим количеством воды ну зависимости сколько у меня немного у меня уже свекла варится ну конечно всю свеклу я не буду использовать я ее взял отварил 3 потому что мне вроде как бы кажется вдруг большая будет плохая камень ну в общем какая-то всегда с запасом варюсь корнеплоды почему потому что неизвестно на что внутри когда разрежешь вдруг там она плохая вот отварил я одну свеклу до либо свеклу сейчас так и так можно говорить и внутри она гнилая либо какая-нибудь твердая либо еще что то и что мне делать поэтому я всегда запасом если использую одну большую один большой корнеплод значит 2 просто оставлю в холодильник в пакетике всегда ее можно достать почистить натереть порезать и съесть вот в общем что мы делаем с картошкой картошку мы с вами взяли очистили промыли на порезали наоборот очень до поняли и теперь нам нужно сразу же это посолить для того чтобы картошка не превратилась пюре нам нужно ее поет посолить сразу же это будет самое то чтобы она не развалилась и осталось времена кубиками кто-то добавляет лимонную кислоту еще что-то но я не люблю добавлять лимонную кислоту потому что все равно каких-то местах это точно так же как кто-то говорит про сахар сахар там мясо не добавляет не любят подставать сладкое мясо знаете пан азиатские кухни мне кажется что когда добавляешь например картошку лимонную кислоту картошка потом начинает немножко так скажем кислить поэтому вот я ее так вот сейчас отворю и она будет кубиками я вам потом покажу и обязательно нужно сделать будет еще одну вещь немножечко мраз попробовали мягкая картошечка значит готова плюс в том то что видите еще даже свекла не закипела и стоит повариться буквально три минуты на пять минут и принципе то картошка готова все теперь обязательно все там друшлаг что у вас там есть а это обязательно и обрабатывать кипятком ольга холодной водой останавливаем процесс варенья вытяна вот кубиком ничего не развалилась не развалилась вот и даем стечь как это все стекло стало сухое но вообще без разницы на самом деле что я сочиняя наверное короче остановили холодной водой процесс кипения и если кто-то обрезку и проточной водой то можно обварить еще облить кипяченой водой либо вот бутылизированный а так просто вот она востекает сохнет и да будет вам счастье вот это я оставлю вот здесь пусть у нас окне то мне нужно будет творить с морковку еще вот такой рыбы хочу приготовить ужин думаю хотел вам порекомендовать потом либо наоборот сказать не покупайте но я не помню как она называется на рынке брали целую тушку кто знает как эта рыба называется кто ее узнал по виду мясо белая как узнать что это за рыба я сейчас она пока уже такая полутвердая или полумягкая ее уже можно развозюкать по кускам поэтому сейчас я ее разрежу на стейке как же называлась то я узнал что это за рыба как она выглядит причем кожа мягкая смысле нет чешуи чешуи на ней нет то есть на прямо гладкая как акула плавников ведь тоже нет обрезаны кто ты а ты кто смотрю сейчас значит на себя брендом тюня такое а это вот волос слушайте представляете у меня буквально вот если даже по видео по фото посмотреть у меня вот это вот место вот эти вот места начали прямо сидеть вот прям моментально у паши за несколько прямо лет тоже у него здесь устало сидеть хотя он тоже молодой у меня есть друг был друг знакомый сейчас наверно так причем дальний вот он с юношества у него вся голова она была там лица 16 17 с 18 у себя голова была как милированная что ли прямо вот каждый волосенок один волосенок черный другой белый седой вот так у тебя голова очень так интересно смотрелось вот сейчас смотрю у меня тоже прям вот уже лучше бы все бы тогда помелело бы а то вот эти штуки мне не нравится я не знаю как вам они мне прямо бесит сейчас вот рудом все только у меня под носом блин говорят под губами молоко не обсохло мне под носом видимо чудо здесь осталось 3 прямо такая штучка седая блин надо в барбершоп идти либо я не знаю извините я воду включу барбершоп идти либо как-то вот это закрашивать потому что мне нравится опять брови не видно я после крыма как приехал так не их и не подкрашивали да я не стесняюсь я подкрашиваю брови потому что без бровей это страшно но лица нет и это кажется мой сейчас яйца вообще что я начал видео записывать и опять новый тренд типа яйца не надо мыть смывом вот я мою говорят что яйца не надо мыть новый тренд почему потому что якобы когда ты можешь яйцо через поры скорлупы проникает а самая сальмонелла нас еще медицинском это в каком году было учили что яйцо нужно мыть обязательно вот раньше его не не мыли прямо вспомните в магазинах продавали били делали гоголь-моголь кстати так хочу гоголь-моголь с хлебом даже не пусть похер что он высококалорийный будет но это незабываемое ощущение кто делал кстати кто делал гоголь-моголь пишите в комментариях и как вы его делали тоже интересно узнать я и моя семья делала ли так просто яйцо хлеб белый либо черный рожаной и соль кто-то делал там сахарами не за на общем напишите в комментариях как вы делали своего гоголь-моголь и пили ели ничего не боялись состава одного стакана пили несмотря на то что страна была закрыта не закрыта в общем там кто-то писал комитетах неважно них боялись огромнейший миллионная страна ссср представляете огромнейшая страна ничего не боялись никто ничего не болел сейчас вот видите сальмонелла новый тренд типа его нельзя яйцо мыть нужно вот вот прямо взять грязное яйцо и прямо в кастрюлю с перьями с говном варить якобы я не понимаю как и якобы тогда что откуда у меня слова это якобы и и тогда не проникает сальмонелла через поры внутрь яйца она просто как бы обезвреживается проваривается сверху и все вопрос такой а и ну зато не рекомендуют руки мыть что-то если вы яйцо например разбили то нужно значит значит руки мыть вообще руки мой всегда вот даже грязное яйцо взял чистый взял разбил я не разбил мы-то но не мы-то все равно мою руки всегда после яйца не знаю мне уже такая привычка вообще тысячу раз вы знаете когда я на кухне готовлю я миллиард раз руки по моему пока я готовлю там какое-то блюдо самый даже элементарный этого знаете как называется как сейчас в похудении что сейчас говорят что можно есть фрукты на ночь что они тормозят процесс пищеварительный сахар они не так сильно поднимают что нужно просто есть вот этот вот клетчатка которая содержится в фруктах ну естественно типа не про банан говорят там не про виноград что вот эта клетчатка который содержится в фруктах ночью тормозит процесс организм тратит максимальное количество вот этой своей электроэнергии до энергии энергии чтобы переварить эту клетчатку и вы так ночью худеем я считаю что это полный бред и это реально на не знаю инфоцыгане но они же там сидят они смотришь там в инстаграме запрещена социальная сеть нашей стране компании мета ну вот они об этом говорят то что на полном серьезе прямо врачи как будет сидят и вещают о том то что здесь вот вот так вот все хорошо жизнь оказывается что можно есть фрукты что вы считаете по этому поводу пишите в комментариях вот я работаю иногда включая вот так вот зажигаю свечку включаю зажигая свечку еще мне к вам такой вопрос почему нельзя свеч церковную зажигать с помощью зажигалки то есть говорят что нужно зажигать только с помощью спичек чем огонь от зажигалки отличается от помощью спички зажать свечу в чем богохульство либо неправильность скажите мне пожалуйста я вот до меня это не доходит и опять церковь не приемлет приметы то есть для нее для нашей православной церкви все что мы делаем осознанно либо нет предметами и предрассудками такими например как вы за вернуться обратно домой посмотреть зеркало пойти слева либо справа ноги чтобы день был удачливым что там еще плевать через левое плечо рассыпал соль перри бросить ее в левую через левое плечо и переплюнуть через левое чтоб не поссориться вот да там какие-то делать завязочки на руку красных нитей вот церковь это не приемлем так вот почему же и и другие имеются туда там какие-то приметы так почему же нельзя зажигать церковную освещенную свеч с помощью зажигалки почему нужно это делать только с помощью спичек вот если опять не при скажут например будете нам размышлять и говорить да что там потому что зажигалка это от демона либо что вы такое да так это опять приметы это опять предрассудки что вам говорили и что вы знаете по этому поводу мне интересно просто напишите в комментариях почему нельзя а нужно только спичками ну а рыбу вот я разрезал у меня получилось 246 стейков но наверное я не знаю два по два сделали по одному их специально разрезал достаточно крупно жарите их не буду скорее всего поставлю в духовку и мне сейчас кажется я вспоминаю что мы покупали какую-то рыбу стейками по моему нужно было вот это разрезанная и она была очень жирная видите вот это все же не рыбий жир конечно это хорошо прости особенно это будет не жареная в духовке сделан да сколько в ней очень много микроэлементов в рыбе поэтому может быть кто-то ее и на разрезе узнает буду готовить ее в духовке сейчас ее только сразу же посолю чтоб она немножко пропиталась солью что ли как-то стало немножечко это по другому вкусу да я с вами еще не поздоровался это знаю и позже мы с вами это сделаем обязательно не с двух сторон вот прямо вот с одной стороны сверху чтобы пока она будет таять соль проникла и и структуру это мельница стала плохо когда новую покупать на структуру и она может быть получилась более вкусная это у меня лайм есть немножко сбрызнул лаймом так вот тут сверху тоже не смывая соль немножко пусина замаринуется что ли ну спустя наверно полчаса этого видео хочу вам сказать здравствуйте наконец таки мы с вами практически увиделись прямую в прямую и можем с вами пообщаться конечно же хочу поблагодарить всех тех кто ставит лайки кто пишет комментарии за ваши хорошие теплые комментарии за ваши рассудительные комментарии за ваши дельные советы ну и вообще за ваш разум вы у нас самые лучшие самые любимые самые искренние извините за такие дифферамбы вот но на самом деле так и есть также хочу попросить еще тех кто не ставит комментарии не пишет лайки в общем все наоборот сделать это и отреагировать на наши влоги написать комментарии поставить лайки подписаться на яндекс дзен подписаться на youtube подписаться на телеграм-канал на рутубе в общем очень всего много интересного единственное что заострю внимание что на рутубе сейчас выходят видео которые вы можете посмотреть как мы путешествуем сейчас я выкладываю туда в папках видео о крыме начал я с 2018 года сейчас я положил 2019 год и так мы дойдем до 2024 года потом все пойдут так скажем кинопутешествия вот кому интересно вы можете туда зайти очень просто нас там найти вообще на любых видео сервисах вы можете нас найти спокойно под ником ваши лучшие друзья вы собираетесь нажимаете в поиске и мы сразу же появляемся если вдруг вы нас не посмотрели есть описание под видео и там вы можете найти ссылки на все другие видео серверы и сайты где бы вы нас хотели посмотреть вот например заострю внимание рутубе еще раз потому что там сейчас выходят видео старые и именно о путешествиях создана отдельная папка в которых есть путешествие сейчас там две папки полные стопроцентный вы можете посмотреть начало путешествия 2018 года от и до девятнадцатого года ну и дальше и так далее и тому подобное выложу сначала все о крыме потом буду выкладывать другие путешествия например в дикавказе о калининграде и тогда и тому подобное пойдут потом пойдут банки и влоги и в общем дабы сохранить все что сейчас хранится на ютюбе к сожалению его скором времени могут закрыть поэтому нужно как-то это забрать оттуда и переложить чтобы это где-то хранилось более надежно месте на территории российской федерации вот ну что мы с вами уже видели как мы замариновали вот эту липку и здесь за столь долгим об этом нужно было сказать вот мы сейчас здесь с вами ну без вас я пока это сделал положил сюда фольгу смазал буквально чуть-чуть положил получая на ложке оливкового масла вот видите но блестит из эту так как у нас уже все подсолено просто с вами переложил на фольгу и отправим запитаться в духовку что из этого получится как обычно вы увидите в конце этого ролика вкусно невкусно рыба с каким-то таким дужком скорее всего что паша может не понравится она немножко мне кажется знаете чем пахнет недорадо как-то вот такая рыба есть такая запашком немножко она чаще всего продается в столовых во всех и делается в панировке в кляре забыл как она называется мне она нравится а вот паша специфический запах ему не очень нравится поэтому ну посмотрим будем знать самое главное на вид что если что ее не брать ну вроде как хвалила продавщица какая-то женщина там на рынке за нами стояла в духовке убираем что он не показывает как приготовиться думаю что в течение рыба морская в течение часа при температуре 200 градусов она сто процентов приготовиться нам нужна доска доска и какой-нибудь контейнер куда мы все это будем складывать вроде бы как показалось что все я приготовил но что-то как обычно забывается вот поговорим мы сегодня с вами будем делать винегрет сразу чтобы мне не перепрыгивать на тему на тему меня в состав входит свекла квашеная естественно капуста немного положу туда соленого огурца две морковки и и все что а а картошка где а картошку мне лежит в холодильнике вот извините вас чуть-чуть подвину побудьте без меня две секундочку чего-то мне не хватает а вы напишите в комментариях какой у вас состав какой у вас состав вашего винегрета винегрет мне кажется такая вещь как вот как бабушку не было все что есть холодильнике шоурум-бурум это называла все шоурум-бурум бросила и получилось что-то очень вкусное вот поэтому мы бросаем сюда с вами картошку две штучки то у меня было кубиком и отваривал я вам показывал вот и остальное мы будем с вами нарезать хочу сказать свой рецепт который у меня классический как я делаю помимо того что у меня сюда хоть ингредиенты которые здесь уже стоят я еще иногда кладу туда зеленый горошек зеленый горошек либо фасоль но это фасоль прямо в исключительных редких случаях кто-то кладет только соленый огурец кто-то кладет только квашеную капусту кто-то кладет не то не другое предпочитает там не знаю еще что-то там кислые огурцы у них если огурцы маринованные огурцы поэтому напишите ваше разнообразие так как пицца итальянская у каждого рецепт свой как пельмени уральские сибирские вот как пирожки с капустой в каждом регионе они разные кто-то жареные кто-то копченые кто-то вареные кто-то в духовке кто-то с морковкой кто-то тушит кто-то жарит кто-то сырую капусту кладет у нас огромнейшая территория нашей стороны где можно путешествовать мы с вами уже об этом говорили на карте показывал в каждом регионе и в регионе в регионе вот смесь нашей толерантной культуры нашей массы да вот сколько людей конфессии у нас живет и национальности в каждом регионе можем вот так вот перемешаться не только близлежащие регионы например это старт с удмуртии любую дмуртия с пермским округом либо там еще как-то у нас пермяк может поехать куда-нибудь вроде кавказ жениться там на какой-нибудь девушки прекрасной вот и получится что-то вот новенькое ребенок какой-то новый индивидуум нашей страны вот поэтому пишите вот индивидуум салата оливье или бой салата а салата как называется вингред поэтому так вот ну а самая главная тема для разговора сейчас вот так вот вас немножко извините подвину чтобы мне с вами общаться как-то вот ближе лицом хочется повернуться но стала у меня к сожалению так было бы круто общаться но вот такого высокого стола нет и повернуть вас меня нет сожалению возможности было бы очень здорово чтобы была какая-нибудь столешница но это нужно было снимать так вот я смотрю одну программу я начну наверно с морковки я смотрю одну программу и меня наталкивает на мысль факты такие которые мне хочется задать и вам вопрос вот сегодня они обсуждали тему нет да сегодня уже перепутал сегодня фото либо вчера они обсуждали тему просто вот таким же год кубиком реже обсуждали тему о том нужна рецензия на фильмы которые показывают сейчас либо нет как раньше советское время была цензура вот такую же цензуру вроде спрашивают нужна она вообще либо нет современном искусстве раньше же цензура была не только не только в фильмах но и в мультфильмах и во всем чем только можно и в театральных постановках и в театрализованных представлениях то есть нужно было соблюдать какие-то нормы и правила советского норматива советского человека но сейчас вот как сказать да сейчас это все такое дело что во первых после распада союза все это потерялась цензура какое-то время прекратила существовать хорошо это было либо плохо посмотрел эту программу конечно очень много советских фильмов которые мы сейчас с вами любим мы могли бы есть посмотреть даже советское время а возможно и сейчас если советское посоветское время либо в советском после того каких разрешили мы в их не увидели может быть они так и пылились на полках и никому они не нужны были бы сейчас тем более человеку это например такой фильм как любовь и голуби это фильм высота это фильм о бедном гусаре замолвите слова так правильно называется вот и так далее том подобное поэтому с одной стороны вроде бы как хорошо да что была советская цензура и фильмы выпускались какой-то со своей жанровостью который советский человек мог посмотреть даже тот же самый москва слезам не верит тоже мог не выйти на наши с вами экраны сейчас мы с вами смотрим но хочу сейчас сказать что очень много критиков современных которые хотят чтобы этот фильм запретили к показу в общем чтобы мне был в общем доступе почему потому что как вы знаете сейчас нельзя в кадрах курить нельзя в кадрах пить выпивать спиртные раньше советское время пропаганда табакокурение достаточно сильная была вспомните в каждом силе или советском раневская либо кто-то другой из известных актеров сидел и курил либо даже выпивал и в этом по сути дела не было ничего такого страшного не пропагандировалось курение от таким образом художник режиссер на сценарист выражал свое хотел показать например задумчивость актера да что он на чем-то думает и курит либо за стопкой какого-то там бокалом вина он произносит тост о здоровье а сейчас об этом делать и за часу любится сейчас все расскажем это находится под запретом потому что у нас нельзя пропагандировать табакокурение запрещено и свеклу теперь нарезаю табакокурение и спиртные напитки там и все остальное вот и как вы считаете нужна ли цензура напишите в комментариях и если нужно либо не нужно обязательно что если нужно то в каком виде то есть как вы считаете это цензура должна проходить что в ней должно быть и самое главное кто должен присутствовать в этой группе по цензуре и соглашусь с одним экспертом который был в этой программе он сказал что ему я это тоже мое мнение вы не прислушивайтесь моим вы либо соглашаетесь либо без следствия пишите свое мнение как вы считаете даже я считаю что в таких местах не должны быть совсем ультра сумасшедшие люди которые могут посчитать что как посчитали что курение ну погоди это очень плохо теперь ну погоди эту серию как минимум не показывать его показывать после 12 меня это просто как-то странно другой стороны прекрасно понимаю что если мы хотим вернуться к такому событию как цензура советского времени советское время их цензура же пропустила ну погоди почему же сейчас мы не можем его смотреть но ответ простой да потому что тогда табакокурение была норма и курили в самолетах и курили в самолетах и курили в поездах рамок не выходя с места купе сейчас не то что в купе него всех есть вокзалах места для курения мы бросили курить нам час это так бы неважно тогда когда мы курили говорилось о том что якобы мы нарушаем курильщики нарушает права человека который не курят а мне кажется что с другой стороны тоже нарушается права человека который курят да то есть у нас же законно продаются сигареты законно продаются огурец сейчас буду нарезать законно продаются ну что там еще алкоголь да нас же это не запрещено я уже нет сухого закона наверно боюсь переборщите пока два огурца возьму вот поэтому я может быть немножко как-то так общее говорю но мне кажется то что вот сейчас в москве делаются правильные вещи потому что очень много людей которые действительно курят курят и много лет курят и человек может не так назойливо не так курить часто и много до находясь на земле но бывают такие переживания на вокзале где-то да вот поезде нельзя курить на платформе нельзя курить и чё а ему ехать не знаю с москвы до куда-то там до екатеринбурга там два дня либо это какого-то другого города либо до владивостока до владикавказа это не день занимает и как человек может терпеть столько времени и в аэропорту например хотя по сути дела максимальное количество времени сколько можно пролететь по нашей стране например либо ближайшие куда-то там зарубежья куда-то пусть это будет там 10 часов это можно потерпеть а вот в поезде ехать семь суток это конечно уже трагедия для этого человека это просто люди будут несмотря на какие-то штрафы нарушать курить это в тамбуре втихаря на платформе почему нельзя сделать организованные места и вот такие организованные места в москве начали делать в аэропортах в аэропортах шельметьево есть во внуково помогут домодедово отдельные кабинки отдельные комнаты где могут люди спокойно пойти и так скажем сделать то что они делают у себя дома либо там где-то разрешено поэтому я считаю что это с одной стороны тоже правильно что издеваться над людьми которые курят это нормально то есть же места до бары либо кафе где ты приходишь и покупаешь водку вино не знаю там коньяк почему нет таких везде люди могут покурить это просто их организовать с хорошей вытяжкой чтобы никто никому не мешал чтобы это не было в общественном туалете где есть люди которые курят и не курят чтобы это было какое-то отдельное место но это так мысли вслух потому что я буду что я сейчас не будем спа 6 не курить насколько он заядлый курильщик был то это тогда у нас уже точно не волнует не пойму и вот они сейчас говорят об этой цензуре о цензуре которую нужно соблюдать хотят вести потому что много средства денег которые выделяется министерством культуры на фильмы а потом что люди снимают одному богу известно то есть такая чушь получается и все-таки напишите какие вам больше фильмы нравятся зарубежные типа боевики вот эти вот universal pictures и так далее вот эти все продакшены либо наши современный кинематограф в общем на что вы быстрее пошли и потратили свои деньги на и тратили раньше если будем считать что например для нас сейчас бы все было так как раньше не было никакого условного санкции условных санкций потому что много сейчас мы в кинотеатрах не можем посмотреть зарубежно вот как раньше например там три четыре года назад на чтобы вы больше пошли посмотрите потратили свое время лично я пошел пошел бы быстрее посмотреть на зарубежный фильм потому что я всегда говорю и смотря на то что я работал в кино и работаю на вот и для меня это как бы близко должно быть но мне кажется то что нашей верхушка мы-то люди маленькие и научились писать сценарий и научились снимать хорошую картинку просто художественного мышления большей части не хватает потому что когда я работал на одном продакшене брали людей практически студентов после в гика не имея никакого не имея никакого художественного образа что человек от нас снимает то что у него там где-то сидит в голове конечно же должен быть опыт как мне кажется ну либо по крайней мере вкус к производству потому что все остальное пойдет в массы ну и самое главное наверное то что большая ошибка в наше время конечно бывают изумруды такие которые рождаются но большей части людей должны иметь все-таки образование а у верхушки к сожалению сейчас находится ну те же самые кого ищики вот не имея представление как писать сценарий не имея художественного образа чаще всего просто слизывая идеи просто с других зарубежных фильмов посмотрели как вот сериал посмотрели какой-нибудь журнал вот и дай-ка я напишу фильм вот на эту тему либо снимать ремейки все-таки советское время как мне кажется было правильно были сценаристы были режиссеры имели образование они учились в вузах они насыщались своими мастерами проходили большую практику никто не давал с ноля сразу же максимально такого я вот великий режиссер давайте-ка я буду снимать тот сериал либо вот этот фильм потому что вот он мой знакомый такой парень талантливый у него такие мысли современные мне кажется то что человеку какой бы он не был супер популярный ему нужно типа супер для него либо там для какого-то энного количества окружающих людей нужно в первую очередь конечно набраться как у нас мастер наша говорила обрасти обрасти вот этой культурой у других мастеров побыть вторым режиссером в одном месте фильма в другом в третьем пятом у маститых режиссеров но к сожалению у нас сейчас не осталось таких маститых режиссеров и сценаристов как Михалков как Меньшов как Рязанов и другие и другие режиссеры и маститые деятели так же как не осталось к сожалению хороших маститых практически актеров а если они есть они в нашем современном кинематографе никому не нужны вот они занимаются своими гастролями ездят по городам показывают свои этюды людям где-то делают вечер встреч в каком-нибудь городе где они рассказали о своем опыте в работе с одним режиссером с другим песни отвечали на вопросы рассказали истории из других из каких-то фильмов которые в которых они снимались и на этом дело закончилось все но больших фильмах сейчас и к сожалению остатки советских вот этих наших маститых актеров они никому к сожалению не нужны чуть-чуть оставил перемешать и это печально потому что только так культуре и воспитания современные актеры которые выпускаются из многочисленных вузов нашей стране они могут обрасти вот той самой культурой и воспитанием у нас человек снялся один раз какой-нибудь за трипаном сериале на каком-нибудь за трипаном через знакомых попав проекты на какой-нибудь канал считает себя звездой и считает что можно вести себя так как он как они хотят вести такого поверьте мне опаздывать на площадку грубо разговаривать с коллегами по цеху с любыми а все мы коллеги и цех грима и цех костюма и другие реквизита все мы и актеры и режиссеры и сценаристы все мы с одного с одной с одной площадке делаем одно дело но некоторые большинство современных актеров они считают что положу наверно сюда столовую ложку с горкой масла вот и достаточно будет просто чтобы потом не наливать она пропитает сейчас и будет вкусно что потом по чайной ложке это будет много здесь все таки на самый главный запах чтобы вот поэтому для меня как мне кажется что нужно поучиться перед тем как иметь звание а вот посмотрите старых актеров которые до сих пор живы либо дата куда которые ушли безвременно ушедшие и они себя настолько достойны всегда ведут на площадке никогда голос не повысит никогда не скажу что я супер звезда и даже не будут показывать что они звезды хотя там действительно актеры и режиссеры и сценаристы которые на которых выросла кино на их постановках выросло не одно поколение и они себе не имеют права общаться с коллегами по цель вот начал заодно закончил другой такой салат получился поэтому на ужин у нас будет такой салат и рыбки вот хотя у нас есть еще помидору целый это там еще паши кашу свою попросил поэтому до вечера будем пробовать рыбу и салат пишите в комментариях что вы думаете по этому поводу ну вот такая рыбеха получилось а спашу ее попробует это моя это любая косточка я кусочек себе это лишь что моя-то моя конечно я сбросил ну вот эта рыба нормально с косточками что ли ну косточку пас